МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствуют новости на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дёрдь. Здравствуйте. И в начале выпуска главные темы. В Гродненской области представили нового помощника президента. Дети в безопасности проверят это в течение недели безопасности. Госавтоинспекция Гродненщины проводит рейдовые мероприятия по правилам перевозки детей в автомобили. Два года на страже детского здоровья, как сегодня работает ресурсный центр раннего вмешательства «Лучик». 63 организации из Белоруссии, России, Казахстана, Украины, Молдовы и Польши объединила ежегодная международная научно-практическая конференция «Личность. Образование. Общество». В этом году встреча прошла в дистанционном формате. Гродненский драматический театр возобновляет работу. Новая постановка новогоднего спектакля для детей «Мороз Иванович» создана по мотивам доброй сказки писателя Адаевского. Вот уже два года в Гродно на базе детской поликлиники номер один работает ресурсный центр раннего вмешательства «Лучик» при поддержке ЮНИСЕФ. За это время помощь была оказана десяткам детей до трех лет с нарушениями физиологического и психического развития. Немало сделано и не меньше предстоит. Как сейчас работает ресурсный центр и какие методики работы с детьми используют реабилитологи, узнавала наша съемочная группа. Семья годовалой Кати Лисай привыкла посещать процедуры вместе. Мама, бабушка, старшая сестра София и сама Катюша всегда весело и с пользой проводят время в бассейне, куда ходят уже три месяца. А результат действительно налицо. Катя прекрасно чувствует себя в воде и в таком юном возрасте может сама держаться на плаву. Изначально по предписанию невролога мы ходили, мы стояли на учете, а сюда уже по желанию. Дальше планируем здесь заниматься. Нырять ей очень нравится. Ей очень нравится нырять. Под водой ей больше нравится плавать. Вот наш педагог, реабилитолог Оксана учит этому. Центр раннего вмешательства объединил врачей разных направлений, чтобы оказывать детям комплексную медицинскую помощь. Так малыши до трех лет могут посещать сразу несколько курсов поэтапно. Например, сначала лечебную физкультуру, а после бассейн. Татьяна и Сергей Якимчик воспитывают близнецов Ивана и Даниила. Сейчас малышам четыре месяца и курсы реабилитации они посещают по направлению врача с самого рождения. Мы очень довольны, потому что мы родились недоношенными, вот у нас двойня. И вот как бы уже постоянно ходим на консультации, вот к неврологу, постоянно вот наблюдаемся у невролога. И на массаже ходим, вот третий курс у нас массажа уже. Вот сейчас двоим делают, очень довольны. Любая проблема решаема, если начать ей заниматься с раннего детства. Самолечение или вовсе игнорирование заболевания ничего хорошего не принесут. Часто регулярные занятия с детьми приводят к желаемому результату очень быстро. Если ребенок после года не научился ходить с помощью родителей, этим займутся опытные специалисты. Перед назначением курса лечения врачи центра консультируются между собой и коллективно определяют дальнейший ход работы. В центре раннего вмешательства работают врач-невропатолог, реабилитолог, инструктор ЛФК, массажист, психолог и учитель-дефектолог. Каждый случай индивидуален, поэтому часто курсы реабилитации проходят либо в малых группах, либо один на один с ребенком. Что есть? Что у нас тут? Правильно, что это? Персик. Персик. Хорошо, кладем персик. Собираем персики тогда. К слову, на фоне второй волны COVID-19 центр не приостанавливает свою работу. Администрация разделила потоки пациентов и сократила группы на занятиях. Ношение масок для детей и их родителей носит рекомендательный характер. Однако наличие индивидуальных средств защиты приветствуется. За время работы ресурсного центра специалисты внедрили множество новых методик работы с детьми и их родителями на этапе диагностирования. В сентябре этого года были внедрены методики оценки развития детей КИД и РСДА. Эти методики позволяют дать вопросы родителям, родители отвечают на вопросы. И компьютерная программа обрабатывает эти вопросы и потом выдает заключение. В чем же все-таки нарушение у ребенка? Нарушение социально-эмоциональной сферы, нарушение познавательной сферы, нарушение двигательной сферы, нарушение речи. Успешно применяется и новая методика тестирования МЧАТ. Это опросник для родителей, дети которых имеют первичные признаки аутизма. Заболевание тяжелое, поэтому заняться его лечением важно как можно раньше. Родители заполняют бланк ответов, где отвечают на вопросы, касающиеся поведения своих детей. Далее система выдает результат. И если тест набирает большое количество баллов, это прямой сигнал начинать лечение. Оценивая ситуацию по инвалидности детей с неврологической симптоматикой, на сегодняшний день и медом по нашей поликлинике оно, конечно, улучшилось. Хотя наши ресурсные центры работают на весь город Гродно и ближайшие районы города Гродно. То есть любой специалист, любой врач-педиатр даже может отправить к нашим специалистам, если видит у ребенка определенные проблемы. К сожалению, сказать, что курс реабилитации даст стопроцентную вероятность выздоровления сегодня нельзя. Врачи говорят открыто, нужна командная работа специалистов и родителей, чтобы результат был заметен. Часто помощь нужна не только малышам, но и их семьям. Ведь принять болезнь способен далеко не каждый, поэтому с мамами и папами регулярно работают психологи ресурсного центра. Как правило, то, что ребенку действительно нужна квалифицированная помощь медиков, врачи замечают на ранних этапах его жизни. Сюда приезжают дети из разных городов области. Кто-то просто за консультацией, а другие непосредственно проходят курс реабилитации. В настоящее время его проходит 45 детей. Каждому ребенку нужна помощь вне зависимости от состояния здоровья. Задача взрослых – подарить ему счастливое детство, где нет места болезням и бедам. Поэтому так важно обращать внимание на любые признаки заболевания в самом начале жизни детей. Ведь всегда проще предотвратить болезнь сразу, чем потом долго ее лечить. Наталья Мельникова, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. На руках, на коленях, между передними креслами. Раньше детей перевозили в автомобилях в довольно вольготных условиях, как захочется малышу. Однако с введением требований в правила дорожного движения по обязательной перевозке детей именно в специальном удерживающем устройстве, положение детей в транспортном средстве стало однозначным. Сегодня перевозить детей водителям можно следующим образом. Ребенка до 5 лет в детском кресле, подходящем по возрасту и росту, а с 5 до 12 лет или ребенка до 150 сантиметров роста можно перевозить с использованием бустера или другого специального удерживающего устройства, которое позволяет пристегнуть ребенка таким образом, чтобы обеспечивать ему максимальную безопасность. Как соблюдают эти правила водители, выясняют инспекторы ГАИ в рамках рейдовых мероприятий «Неделя без опасности». Вблизи детских образовательных учреждений, садов и школ с утра, когда многие привозят детей на личных автомобилях, проверить это удобнее всего. Первые результаты показали, что в подавляющем большинстве родители к транспортировке своих чад относятся ответственно. И даже в утренней спешке не забывают усадить, как положено их, и пристегнуть. За сегодняшний рейд было выявлено всего лишь три нарушения перевозки детей. Одна мама перевозила ребенка на коленях на переднем сидении. Одна мама перевозила ребенка тоже на переднем сидении, не пристегнутого, без использования бустера. Ну и второе, не пристегнутое тоже самое, без использования бустера. В отношении одного водителя вынесено устное замечание. Ну и двоим водителям вынесен минимальный размер штрафа. По данной статье санкция предусматривает до четырех базовых. В отношении водителя вынесено ноль, две базовых. С начала года в области произошло 42 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. 40 детей в них получили травмы и шестеро погибли. В качестве пассажиров в дорожно-транспортных происшествиях был 21 ребенок. При этом 10 из них, то есть каждый второй, перевозился с нарушениями правил перевозки детей. В госавтоинспекции обращают внимание родителей на необходимость неукоснительного соблюдения правил перевозки детей. На кону стоит безопасность, здоровье и жизнь детей. В минувший четверг кадровые перестановки коснулись и Гродненского региона. Более года проведший в должности министра внутренних дел Беларуси Юрий Караев был назначен помощником президента, инспектором по Гродненской области. Уже в эту среду он был официально представлен в области. Говоря о своих планах и задачах, которые стоят перед ним на этой должности, Юрий Караев подчеркнул, что среди приоритетов кадровый вопрос, которому будет уделяться пристальное внимание. Надо в первую очередь познакомиться, узнать людей, как говорят кадры. Ну, кадры – это люди. И поэтому, чтобы эти планы строить, надо изучить сначала обстановку, положение дел. И те задачи, которые глава государства ставил, это узнать кадры, потом смотреть, как их назначают, смотреть за их работой, помогать силовому блоку в координации всех их задач. Координация усилий нужна, и в том числе с преодолением тех негативных последствий наших моментов, которые сейчас в обществе происходят. К слову, новый тендем руководителей – Караник и Караев – уже работали ранее вместе. И оба подчеркивают эффективность этой работы. Оба они были назначены министрами в один день. Владимир Караник в июне 2019 года стал министром здравоохранения, после чего возглавил Гродненскую область в августе 2020 года. То, что необходимо для эффективного взаимодействия, то есть опыт положительного предыдущего, у нас есть. Масштаб задач, который стоит перед регионом, тоже прекрасно понимаю и я, и Юрий Хажимратович. И опять же в сфере сейчас начатых диалоговых площадок, в сфере конституционной реформы, возможность подключиться к этому процессу, возможность максимально оперативно обеспечить передачу данных, использование его опыта, организации, работы на разных участках, где ему приходилось служить, вот это то, что позволит, наверное, более оперативно и более глубоко решать вопросы, которые стоят перед регионом. Гродненский драматический театр возобновляет работу. В скором времени новая постановка для детей «Мороз Иванович», созданная по мотивам доброй сказки писателя Адаевского, будет радовать своего зрителя новогодними чудесами. Вот тут живет Настенька со своей злой мачехой и противной сестричкой. А вот тут вот Настенька умудрилась уронить ведро, и злая мачеха отправила ее в колодец. Но, как оказалось, колодец был волшебным, потому что там живет Мороз Иванович. Историю Настеньки Гродненский драматический театр уже рассказывал и не раз. Впервые зритель мог увидеть эту постановку в 2003 году, потом она была введена в репертуар в 2015 году. Спектакль «Мороз Иванович» так понравился детям, что общим решением было возобновить его вновь, подарив ему уже третью жизнь. Каждый спектакль, при том, при всем, что они одинаковые, но они не одинаковые, он идет по-разному. Это все зависит от зрителя, от восприятия, от контингента, потому что он рассчитан от маленьких на больших. И большим нравится, и маленьким, и даже их родителям. Каждый находит что-то в этом свое, вспоминает свое детство, свои сказки. Ну а мы, как вот живые участники, им в этом помогаем. Планируется, что премьера спектакля состоится 18 декабря 2020 года. А забронировать билеты на новогоднюю сказку о чуде можно уже сегодня. О дальнейших планах Гродненского драматического театра и о том, чем сегодня удивляют зрители, рассказали в администрации театра. На сегодняшний день мы работаем над возобновлением нашего репертуара. Возможно, будут некоторые вводы в спектакли для взрослой аудитории, рассматривая несколько предложений в части артистического персонала, чтобы принять в труппу, и также несколько предложений по режиссерам, дабы продолжить работу театра в том ключе, в котором она должна находиться. На сегодняшний день, в самое ближайшее время, ноябрь, декабрь, в репертуаре есть несколько сказок для, опять же, детской аудитории. Международная научно-практическая конференция прошла в Гродно. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой встречу провели в дистанционном формате. И такая форма проведения мероприятия позволила значительно расширить масштаб соучредителей и участников конференции. 63 организации из Белоруссии, России, Казахстана, Украины, Молдовы и Польши приняли участие в обсуждении актуальных вопросов образования. Будущее любого общества – это технологии, а будущее технологий – это педагог. И от того, какими технологиями педагог владеет, таким и будет следующее поколение, уверены в Гродненском областном институте развития образования. К слову, сегодня одним из главных факторов обучения является цифровизация. А это значит, что педагог должен владеть всеми необходимыми техническими навыками, чтобы иметь возможность готовить будущие кадры. Сегодня мы будем обсуждать вот те тенденции, которые характерны сегодня мировой педагогике. Как внедряются инновационно-образовательные технологии в разных странах, какие плюсы любой технологии, какие минусы, как можно использовать, как нельзя, как использовать дистанционный формат в сегодняшних условиях. С учетом юной части исследователей, в конференции приняли участие более 300 ученых и специалистов в области образования из шести стран. Такой обмен опытом среди представителей разных стран полезен в прикладной педагогике. В теперешних условиях активного внедрения инновационных технологий в систему образования и перевода системы обучения в онлайн-формат это как никогда актуально. Большинство технологий сейчас основаны на цифровой технике. И есть, конечно, проблема использования этих технологий. Это не проблема техники, это проблема мастерства, это проблема сознания человека. Насколько он готов отказаться от традиций, отказаться от старого опыта с тем, чтобы овладеть этими новыми цифровыми технологиями. В этом одна из проблем современного образования. Уникальность конференции заключается в ее многовекторности. Впервые параллельно с опытными учеными-практиками на одной площадке выступает и обучающийся Гродненского региона. В рамках международной конференции проходит конкурс «Хрустальная альфа», где молодые ученые показывают результаты своего первого научного поиска. Еще одной изюминкой конференции стал фестиваль школьных бизнес-компаний, на котором юные предприниматели нашего региона представляют свои проекты. Конференция продлится до 5 ноября. И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей, как всегда, вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by А я с вами прощаюсь. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова